Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Сергей. Видеообзор будет посвящен зеркалу заднего вида со встроенным mp5 проигрывателем и монитором с возможностью подключения камеры заднего вида и дополнительным видео входом. Данное зеркало покупал на дружеском сайте алиэкспресс. Ссылку на зеркало дам ниже в описании под видео. Покупал данное зеркало уже два года назад. У того продавца, который я покупал, данного зеркала уже нет в наличии. Ссылку дам на другого продавца, у которого зеркало есть на данный момент. За два года пользования данным зеркалом нареканий на него нет, работает, пока ничего не поломалось, все функционирует, как заявлено продавцом. Необходимость приобретения данного зеркала возникла потому, что захотелось как-то усовершенствовать свою аудиосистему, которая была установлена в автомобиль при его покупке. Был куплен дорогой аппарат под названием Пионер с возможностью прочитки DVD-фильмов с монитором 6,5 дюймов, выездной монитор, но на данное время как бы магнитола устарела. DVD-форматы уже не читает, ввиду того, что лазерная головка износилась. Поэтому, кроме возможности слушать радио, никаких наворотов в магнитоле не осталось. Поэтому и возникла необходимость как-то усовершенствовать свою магнитолу. И вот нашел зеркало, которое может воспроизводить как mp3 файлы, также фотографии и видео файлы. Есть возможность в данном зеркале подключить его к головному устройству. То есть, у меня есть магнитолев Пионер, выездной экран и на этот экран я смог задублировать изображение, которое воспроизводится на самом зеркале. Предлагаю приступить к осмотру зеркала, к его презентации и хочу показать, как все это у меня работает в автомобиле. Зеркало заднего вида со встроенным монитором с mp5 проигрателем. Это не накладка, это зеркало вместо родного штатного зеркала. Покупалось само зеркало и подбиралась ножка к зеркалу непосредственно, для модели автомобиля. На зеркале есть кнопки управления зеркалом. Сбоку зеркала вставляется карточка microSD. У продавца есть множество ножек. Заказывал конкретно под автомобиль. Чем замечательно это зеркало? Тем, что оно может воспроизводить mp3 файлы, может фотографии листать и может показывать фильмы разных форматов. Экран зеркала 4,3 дюйма. У зеркала есть два видео входа и один видео выход. И есть еще аудио видео выход. В комплекте с зеркалом и шла ножка, пульт дистанционного управления и провода для подключения. Зеркало подключается к питанию автомобиля и дополнительно заводится провод с заднего хода. Если зеркало выключено, то оно работает просто как зеркало. Если его включить, то на экране монитора высвечиваются либо аудиофайлы, либо какой фильм, если был включен фильм до этого или фотографии. Сейчас могу продемонстрировать. Я нажал кнопку включения, включается зеркало. Сейчас у меня видео включено, показывает фильм. Звук зеркала можно завести на аудиосистему как по проводам по тюльпану или же через FM модулятор. В зеркале есть встроенный FM модулятор, можно поймать радиочастоту, настроить на какой-либо канал и слушать звук через штатную магнитолу по FM диапазону. В данном подключении я подключился через линейный вход. Аудио вход у меня есть на магнитоле AUX. Сейчас я к этому аудио входу подключил выход с зеркала. У меня в автомобиле установлена такая магнитола. Я дополнительно установил еще камеру заднего вида. Сигнал зеркала я завел на свою магнитолу при открывании дисплея. Теперь у меня на мониторе магнитолы воспроизводится та же картинка, что и на зеркале. Сейчас идет фильм, показывается на зеркале и показывается на мониторе. Можно смотреть в движении, если это удобно, конечно. При включении задней скорости происходит автоматическое переключение на камеру заднего вида. Сейчас я вам покажу. Включаю заднюю. На мониторе идет фильм, а на зеркале идет камера заднего вида. Еще раз. Второй видео вход на зеркале у меня не задействован, только подключена камера заднего вида. Давайте пробежимся по зеркалу. Кнопка включения и выключения зеркала. Если вам нет необходимости смотреть в него, слушать музыку и фильмы, то его просто можно выключить и ехать. Зеркало работает как обычное зеркало заднего вида. Включаем зеркало, переходит к проигрыванию, переходит к последнему моменту просмотра видео, на чем остановился до выключения. Дальше по кнопкам. Крайняя левая кнопка переключает входа нашего зеркала. Допустим, AV-вход у нас нет, но AV-1 сигнала, AV-2 у нас камера заднего вида. Вот сейчас показывает. Если мы камеру выключаем, то автоматически зеркало переходит к просмотру фильма или прослушиванию. Дальше по центру кнопка. Сейчас пауза фильма. Переходим в меню. У нас можно просматривать фильмы, прослушивать музыку, просматривать фото, просмотреть все, что записано на карточке и меню настроек. Переходить с папки в папку можно вот этой кнопкой. Стрелочками указывает, куда мы перешли. Эта кнопка это возврат в предыдущем меню. Находим Setup. Нажали среднюю кнопку. Здесь мы можем выбрать язык. В следующем картинка, то есть заставочка на экране. Тоже всего две разновидности может быть. Либо такая, либо вот такая. Автоплей. Здесь можно выбрать, что у вас воспроизводить. Либо музыку, либо фильм при включении зеркала. Изменяем это, либо это, либо выключить. Дальше. Subcolor. Информация по зеркалу, то есть версии прошивки, год выпуска. И сброс настроек. Да, нет. Но опять по кругу. Допустим, переходим на музыку. Я звук завел на свою магнитолу и с магнитолы я могу управлять громкостью. Вот этой кнопкой можно перемещаться по списку песен. То есть, если вам эта песня не понравилась, можете перейти на следующую. Эта же информация у меня выходит на монитор магнитолы. Все дублируется. Также есть в комплекте пультик. Можно с помощью пультика тоже управлять зеркалом. То есть, перемещаться по песням. Саму песню промотать нельзя. Можно только перейти на следующий тренд. С пультиком можно попасть также в меню, попасть в настройки самого мониторщика. То есть, яркость монитора, выходной сигнал, громкость, включить FM-модулятор, выключить. Сейчас покажу, как это делается. Глазок для пультика вот в этой области. Ужав кнопку меню, попал на регулировку яркости. Теперь стрелочками можно изменить яркость. То есть, больше, меньше. С стрелочками, кнопками громкость больше, меньше. Пульт удобно для того, если я водитель и еду в движение, то могут пассажиры управлять пультиком, переключать песенки, просматривать видео. То есть, чтобы я, когда за рулем, не отвлекался от вождения автомобиля. Итак, настройки яркость, контрастность, тон, цветовая передача, громкость. Режим формата, то есть 16 на 9, 4 на 3. То есть, вот меняется. Язык, вот русский, китайский, английский, немецкий, французский, испанский, португальский и русский. Вот FM, 76.0 станция. Можно изменить, выбрать какую угодно, но у меня сейчас FM-модулятор выключенный. Звук передавать с зеркала можно передавать по FM-модулятору на штатное головное устройство. Если у вас головное устройство в автомобиле поменять нельзя, а хочется как-то дополнить свой автомобиль каким-то девайсом, скажем видео формат, чтобы читал, или MP3, чтобы проигрывалось с флешки, но в данном варианте с microSD карточки, то поменявши зеркало, вы можете усовершенствовать свою аудиосистему. Сейчас у меня в зеркале установлена карточка на 16 гигабайт. На больший объем я не пробовал и у китайского продавца в описании не указано, какая максимальная емкость карточки может установлена. SD карточка вставляется в зеркало с его торца, с левого торца. Немножко выглядывает. Визуально ее практически не заметно. Зеркало выглядит как оригинальное. Провод от зеркала идет вдоль ножки, крепление самого зеркала. Ножка крепится на штатное крепление. Провод завел под обшивку крыши. Дальше он пошел по стойке вниз и пришел у меня к моему головному устройству, то есть к магнитоле. Итак, как мы видим зеркало работоспособное, на данный момент сейчас воспроизводятся файлы mp3. Как работает видео тоже показал. Теперь можно перейти к просмотру фотографий. Для этого мы зайдем в меню, вот фото, вот у меня есть небольшая подборка фотографий и можно пройти к просмотру фотографий. Фотографии листаются как слайд-шоу. Можно на какой-либо фотографии остановиться. Для этого можно нажать кнопочку и как бы будет режим пауза включена. И будет стоять фотография, ту которую вы, скажем, выберете. Звук можно подключить к магнитоле как через AUX, так и через FM диапазон. Покупал его два года назад на сайте Алиэкспресс. Цена была порядка 72 долларов на тот момент. За два года ничего не сломалось, все работает. К плюсам отнесу то, что данное зеркало может воспроизводить формат MP3, может воспроизводить видеофайлы и фотографии. И может дополнить вашу аудиосистему дополнительными возможностями. Также к плюсам еще отнесу то, что данное зеркало может еще выводить изображение с камеры заднего вида. Если есть необходимость, то также можно установить камеру переднего вида. С помощью переключения входов вы можете переключать изображение либо с передней камеры, либо с задней камеры. Еще я считаю основным плюсом это то, что данное зеркало ставится вместо родного зеркала. Для злоумышленников это не привлекает внимания. То есть оно выглядит как стационарное зеркало. Нет никаких дополнительных накладок. Дополнительно не устанавливаются никакие мониторы для подключения камер заднего вида. Это зеркало объединяет в себе все. И зеркало, и монитор, и MP проигрыватель. Из недостатков могу выделить только два основных. Это то, что при выключении экрана монитора у нас все выключается. То есть если вы хотите в движении слушать музыку, то у вас постоянно на мониторе есть изображение проигрываемых треков. Нельзя принудительно выключить монитор и при этом слушать музыку. И второй основной недостаток, на мой взгляд, это то, что периодически данное зеркало сбивается и забывает место, где остановилось проигрывание. Бывают моменты, когда при включении зеркала оно просто начинает воспроизводить музыку сначала, то есть с первого трека. Вот это основной недостаток в данном зеркале. В основном оно прекрасно дополняет аудиосистему в автомобиле. На нем выводится камера заднего вида. Данное зеркало расширяет спектр возможностей. В заключении могу сказать, что зеркало достаточно хорошее. За два года оно у меня не сломалось, то есть работает, пережило уже зиму, ничего с ним не произошло. Но камера заднего вида на нем изображается, то есть все работает. MP3 файлы читаются, видео файлы тоже читаются, фотографии просматриваются. Если кому-то интересно узнать подробные характеристики данного зеркала, то под своим видео оставлю ссылку на продавца, у которого можно купить такое зеркало. И там будут указаны все его возможности. То есть какие форматы читает, потребление электричества. Покупкой данного зеркала я остался доволен. Не считая только одного косяка, это то, что оно периодически сбивается. Если кто-то разбирается в перепрошивках, то рад был бы помощи, чтобы этот косяк убрать. В принципе, так зеркало неплохое. Сегодня я вам показал свое приобретение. Это зеркало. Зеркало хорошее, я остался им доволен. Оно очень хорошо дополнило мою аудиосистему, которая уже устарела на сегодняшний день. Если кому было интересно, то ставьте лайки, пишите комментарии. На сегодня считаю обзор законченным. До новых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова